Наталья Ищенко Я знаю, что было несколько предложений не только в России, но и были европейские города, но мы приложили максимум усилий для того, чтобы все-таки эти матчи состоялись у нас. Здесь уже была мотивация доказать себе, что я могу. Я была первой спортсменкой в силу хронного плавания, которая после рождения ребенка смогла вернуться в спорт. Но когда я завоевала пять медалей, моя мотивация. И вот тут уже, как говорится, да. Да, я уже поняла, что все, для силу хронного плавания я сделала, и нужно двигаться дальше. У меня есть даже золотая медаль. Опять? Сколько можно, Наталья? Да, это был мой первый опыт плавания на открытой воде. Тренировалась я буквально три раза. Так, и сколько плыть нужно было? Нужно было плыть два километра, но у меня был командный зачет, поэтому мой этап был плавательный. И вот, как я уже сказала, да, что мы завоевали первое место. Где Наталья Ищенко, там победа. Вот так я могу сказать. Мне очень важно было вернуться именно в этот город и сделать что-то для спортивной составляющей именно Калининграда. Сначала расскажу про один объект, очень интересный и уникальный, который есть в Калининградской области. При поддержке Калининградской федерации баскетбола был реализован так называемый проект «Мост». Это девять площадок для стрит-баскета под мостом. Очень-очень крутая вообще локация, я могу сказать. Да. И в этом году мы провели турнир под эгидой «ФИБА». Это международный турнир, который привлек огромное количество болельщиков. Были очень сильные команды и мы продолжим. И в следующем году, я думаю, что этот турнир будет становиться только больше, сильнее. Чтобы команда появилась, нужно, чтобы была соответствующая инфраструктура. И опять же, спасибо нашей региональной федерации баскетбола, которая сейчас проектирует Академию баскетбола в Калининграде. Я уверена, что если такая инфраструктура появится, то мы, конечно, будем задумываться о том, чтобы появилась и команда. Андрей Романов, президент Баскетбольной федерации Калининградской области. Здравствуйте, Андрей. Добрый вечер. Что у вас такое, перед вами лежит красивое с виду? Это от имени Федерации баскетбола Калининградской области. Мы хотели бы вручить такой небольшой талисман-подарок для баскетбольного клуба ЦСКА. Поверните, пожалуйста, покажите. Такая красота. Это эмблема из натурального янтаря, сделанная и произведенная в Калининградской области. И мы хотели, чтобы этот талисман позволил еще и еще раз баскетбольный клуб ЦСКА привозить в Калининград. Как вам, Наталья, нравится? Конечно. Красота, да? Такой брошь бы такую себе. Андрей Владимирович, если вы готовы, заходите к нам. Спасибо, что пришли. Вставайте, пожалуйста, вот сюда. Андрей Владимирович, добрый день. Это подарок от баскетбола Калининградского. Большое спасибо за подарок. Даже неожиданно. Очень красивые вещи. Вот даже на удачу, может быть, потрогаю этот янтарный мячик. В музей? Я подумаю, или себе лично в кабинете, или в музей. Надо еще подумать. Да, поэтому спасибо большое, правда. Старена великолепная. И то, что этот матч сегодня здесь пройдет, может быть, это такие будут первые камешки, наверное, да, вот фундамент будущей хорошей группы баскетбольной команды в Калининграде. Еще раз спасибо. Спасибо большое. Будем болеть. Спасибо большое. Спасибо большое. Сколько оборудований сюда пришлось тащить? Две фуры, я знаю, огромные приехали. И паркет, и наши каналы, и интернет. Команда еще. Группа поддержки. Опять же. Конь. Конь – это святое. Наши специалисты не один раз сюда ездили, приехали заранее, везли паркет через две границы. Мы же понимаем, да, это фуры. Хочу благодарить таможенную службу за содействие, потому что у нас не было никаких проблем, нам помогли. Быстро сюда доставиться. Это огромный объем работы, и я хочу вот сейчас просто сказать спасибо нашим работникам, работникам офиса, которые, ну, сделали все для того, чтобы эти игры прошли здесь хорошо и успешно. Итак, подкрался ко мне White Lion Андрей Лопатин, форвард нашей команды. Привет, Андрей, спасибо большое, что ты все-таки сумел к нам прибежать. Как себя чувствуешь? Чувствую? Да. Отлично. Залочи классные. Красивый город, мне сразу понравилось. Как уже поприлет у нас встречала классная погода, и солнце, и красивые облака, и это все так переливается. Саймон отлично сыграл в защите. Ну, и вот как у него это вообще получилось, по-твоему? Он же реально прибавил прямо, вот просто. Он после каждого хорошего действия, он заряжает себя и команду тем, что вот там кричит, руки показывает, но... А, о, ты мой любимый игрок, Андрей, говорят. Андрей тебе пишет. Илья, Илья тебе пишет. А ты его любимый игрок. Вот, видишь как? Привет. Бывает, да, 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 да. Пожалуйста. Андрей, передай привет Ухову Ивану с первого, с первого, с первого края. Конечно, вместе жили, и все, сейчас уже там вась-вась. О, сейчас будет. Андрей Воронцевич, попадешь в команду десятилетия 20-30, тебе вопрос. Хороший вопрос, Евгений спрашивает. Ну, сейчас же сборная декады, да, определяется, десятилетия. Ты должен попасть в сборную 20-30. Попадешь? Все, моя цель. А как новогодние праздники будешь отмечать? С родными и близкими. Душевный человек, Андрей Лапа. О, тебе оливьешечка. С селедкой под шубой. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Чтобы минность не жирная. Но тебе можно. Спасибо огромное. Начинается предматчевое шоу Андрей Лопатин, Евгений Сидых, ССК Милан. И с наступающим вас, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok